В центре внимания членов Общественной палаты Самары прошедшие полтора года была поддержка участников специальной военной операции и их семей. Общественники не только принимали участие в сборе пожертвований и организации акций, но и напрямую отправляли материалы и оборудование в места дислокации бойцов. В числе проектов также была и помощь с реабилитацией защитников. Итоги работы и планы на будущий год члены Общественной палаты обсудили во время традиционного расширенного заседания. С докладом выступил председатель объединения Габибулла Хасаев. Таких долгосрочных проектов более семи. И на будущий год мы будем уделять большое внимание развитию волонтерства в нашем городе. Мы прекрасно понимаем, что предстоящий год объявлен годом семьи. И у нас есть интересные проекты, связанные с продвижением ценностей семьи в нашем обществе. Прошедшие полтора года члены Общественной палаты работали над проектами самой разной направленности – от экономики до культуры. Здесь можно выделить несколько основных тем. В этом году прошел круглый стол. В взаимодействии власти, бизнеса и некоммерческих организаций был реализован специальный проект, посвященный 78-й годовщине Великой Победы. Особое внимание общественности приковал благотворительный проект «Самары детям Донбасса», во время которого были выработаны инициативы по поддержке одаренных детей. Также в рамках этого направления запустили арт-проект «Город Росвозрождения». Самарский областной художественный музей стал домом для 67 картин, которые написали дети Донецка, учащиеся школы искусств номер 6. Большую роль в организации выставки сыграла городская общественная палата. Дети писали свой город, когда не будет войны. Они проецировали свое будущее. Эта выставка была потрясающая. Ее посетили очень много гостей. Мы присылали фотографии деткам. И, вы знаете, это, мне кажется, нас очень сильно сплотило, потому что и искусство, и политика, и то, что происходит, мы все едины. В 2023 году, благодаря усилиям общественников города, Самара стала площадкой для экспертной сессии с Общественной палатой Ижевска. Обсуждались вопросы реализации внутренней политики на территории Самарской области, меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и эффективные механизмы взаимодействия с населением на примере деятельности территориальных общественных самоуправлений Самары и Ижевска. За особый вклад в развитие города членов Общественной палаты поблагодарила глава Самары Елена Лапушкина. Она отметила, что на протяжении многих лет организации удается успешно выстраивать диалог и укреплять партнерство между властью и институтами гражданского общества, благодаря чему достигается социальное согласие. Спасибо за совместную работу. Надеюсь, что в следующий год мы проживем также в мире и согласии, в конструктиве, и сделаем еще с вами много добрых, хороших вещей. Подтверждаю свое намерение быть открытыми, подтверждаю намерение администрации работать во взаимодействии. Если будут какие-то вопросы, мы всегда рядом. Объявленный президентом Владимиром Путином следующий год, годом семьи, 2024-й станет одним из новых векторов работы Общественной палаты. Подвели итоги члены объединения. Продолжат и старые проекты, в том числе и не прекрасят общественники, и помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok